Царь Небесный И очистить всякие скверы И спаси Блажу Душу Нашу Господи, благослови предстоящее занятие Не дай уклониться ненаправленно лево От истинного понимания Божественных Слов Твоих Прыбудь с нами и все день благодатный Хвала Тебе, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух Аминь По имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Первое послание Иоанна, 3 глава Четвертый, пятый стихи Всякий делающий грех делает и беззаконие И грех есть беззаконие Ибо вы знаете, что Он, с большой буквы, явился для того, чтобы взять грехи наши И что в нем нет греха И что в нем нет греха Толкование Подтвердив Подтвердив речь О правде О правде Апостол хочет теперь показать Тоже от противного И что есть вон он и говорит Всякие делающие грех Он говорит как бы так Вы, усыновленные Делайте правду И не показывайте себя праздными от нее Пока в отношении греха не тот грешник или беззаконник, кто совершил или совершит грех Но тот, кто держится зла и делает зло Так и праведен не тот, кто не действует, но тот, кто делает правду Грех даже и не уместен в вас Ибо Христос явился для разрушения греха И как сам был не причастен греху Так и вам, соединившимся с ним и утвержденным верой в него Не остается уже места грешить Это и означают слова Всякий, пребывающий в нем, не согрешает Стих 6 Нужно также знать, что грехом называется отпадение от добра А беззаконие нарушение положительного закона То и другое имеют начало одно Отпадение от добра, а другое преступление положительного закона Но в сущности его восходятся Грешник уклонился от цели, назначенной по природе и в природе Ибо цель человеческой природы Жить по разуму, далеко устранив неразумие Точно так же и беззаконник Неудержимо стремясь к злу Приступает закон, вложенный в природу Вопросы Если есть по этому стиху Идем дальше Шестой, седьмой стихи Первое послание Иоанна, третья глава Всякий, пребывающий в нем С большой буквы в нем Не согрешает Точка запятой Всякий, согрешающий, не видел его И не познал его Дети Да, не обольщает вас никто Кто делает правду, тот праведен Подобно как он праведен Опять он с большой буквы Толкование То есть Кто неослабно следует за добродетелями И никогда не перестает совершать их Сказав, что Сын Божий явился И что он явился для того, чтобы Не сотворивши своего греха Взять То есть уничтожить наш грех Прибавляет Всякий согрешающий не видел его Если вы, говорит Когда он явился, увидели его И вследствие видения его Получили силу не уступать греху Как совершенно утвердившиеся в нем То очевидно, что те, которые грешат И видели его И потому Не познали его Под видением его Разумеет не видение Простым прикосновением глаза Или легким воспроизведением В своем воображении чего-либо известного Но Нежелание Сколько-нибудь обсудить Разузнать дело И присоединиться к нему Как мы выше говорили Сказав же это Утвердительно заповедует Да не обольщает вас никто Смысл такой Кто делает правду Тот познал праведного и праведен Как и он, то есть Бог Напротив Кто делает грех Тот от грешника То есть от дьявола Так как он грешит от начала Посему Бог В текущейся создании Своем Сам, будучи правдой и святостью Открылся То есть Явился в мир Чтобы Чтобы Уничтожить Дела Дьявола Пожалуйста Наполнение Мысли Комментарии Есть у кого-нибудь Ну тогда я немножко попробую Расширить что ли У нас к сожалению В православии Принято так Мы грешные Супергрешные Гипергрешные Вот А здесь Писание И толкование Четко говорит Кто делает грех Тот от дьявола Так что я от дьявола что ли Если я наисповую скажу Четыре раза в год Вопрос хороший конечно Но нужно Еще раз повторюсь Различать Грехи Грехи осознанные Умышленные И грехи Нечаянные Вот пример с овсой Она споткнулась В лужу упала Согрешила Согрешила Как бы Отряхнулась Тут же сразу И дальше пошла Свинья Увидела лужу Упала в нее Лежит в этой грязи В этом грехе Хлюкает И довольна значит Ей не нужно из этого Уходить И Это ее Свойство Вот То же самое Опасается и греха Человек согрешил Нечаянно Не хотел Но получилось Дьявол Искусил его Обольстил И он поддался Искушениям Идет на исповедь Кается Кается Просит прощения Отряхивается От этого греха И Не идет Больше туда Не делает его Не повторяет Вот 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 А Вот эти вот Местописания У нас как-то Ну все грешат Ну что все Не согрешишь Не покаешься И как будто Уже Свыклись с таким Мнением Есть такое вот Понятие Как запинающийся Грех Один и тот же грех На исповеди Проворачивают Проворачивают И И Заново Его Идут Повторяют Нету искреннего Покаяния Искреннее покаяние Когда У тебя Ненависть к этому Греху Воровал Впредь не кради Но больше труди Своими руками Чтобы уделять Нуждающимся Вот Выпивал Теперь Воздерживайся От воды То есть Покаяние понятно Когда Вот А не так Что Батюшка Я вот вам выпил Вот На следующей Исповеди Опять то же самое Опять то же самое Нет То есть Такие люди Либо не видели Бога Как нам тут Толкователь говорит Не познали Его Потому что Христос Дал нам Силу Не уступать Греху Так Есть у тебя эта сила Или нет Спроси у себя Если ты Те грехи повторяешь Если у тебя этой силы нет Значит ты не видел Христа Не познал его Значит ты раб Греха У тебя этой силы Нет Встречи со Христом Не было Ты Делаешь Грех Я еще раз говорю Грех осознанный Тяжкие грехи Люди согрешают Не могут от них Тут Часто мне на благовестие приходится Вот Не могу бросить там Пить и курить Не могу Я говорю Ты раб греха Ну вот Встречи со Христом Не было Христос не дал этой силы Хоть и крещеные люди там И В детстве Как правило Моченые Да даже если В полное погружение Его покрестили Но Избавление от греха Не произошло Человек Не увидел Христа Не увидел Его божественные слова Не уверовал По Евангелию И поэтому Он продолжает жить во грехе Хотя он может ходить в церковь Исповедоваться Причащаться Ставить свечки Там Все что угодно Считать себя Членом церкви Христос не спасает Не во грехах человека А от грехов То есть он Сам будучи безгрешен Мы уподобляемся ему Становимся безгрешными Осознанно Не грешим Осознанно Не грешим Неосознанно Можем Поэтому Церковь установила Таинство Исповеди Покаяния Куда Мечайным бывает Вот Продолжаем Восьмой стих Уже более Такой вот Дальше жестко идет Кто делает грех Тот от дьявола Потому что Сначала Дьявол согрешил Для сего то И явился Сын Божий Чтобы Разрушить Дела дьявола Толкование Так как дьявол Постоянно Обращается В грехе То всякий Кто грешит Становится сторонником Дьяволом Ибо Дьявол Предначинает Человеке грех Внушая ему Лукавые помыслы Как Иуде Читаем Евангелие От Иоанна 13 главе 2 стих Иной скажет Как дьявол Бывает в тех Которые грешат Когда они Прежде Него Согрешили уже тем Что дали ему место Дьяволу Такому Можно сказать Что Делать грех И Давать место Дьяволу Одно и то же Ибо Дает ему Дьяволу Место тот Кто грешит Подчинившись Похоте А с принятием Его уже И на деле Совершает Грех Ибо Это значит Делать Грех Хорошо Сказано Кто Делает А не Сделавший И в этом отношении Что покаявшийся Уже не от дьявола Но От него Только тот Кто Совершает Грех Так Так и Раб греха Есть тот Кто Делает А не тот Кто Сделал Грех Ибо Всякий Делающий Грех Есть Раб Греха Ну вот То есть Еще Повторение То есть Делающий Грех То есть Постоянно В одном и том же грехе Пребывающий И не желающий От него Отказываться Вот этот вот Человек Раб греха И он От дьявола Либо Дьявол Проще согрешил Поэтому Батюшка У нас Говорит Не надо Перечислять Одни и те же Грехи Возьмите Каждый Четыре раза Принято В православной церкви Исповедоваться Кто-то Чаще Это делает Кто-то Реже Не Ну Куда еще Реже Не нужно Говорит Батюшка Перечислять Одни и те же Грехи Ты возьми за один пост Один грех И избавься от него И вот Четыре Поста в году За год Четыре греха Уже ты избавишься Четырех грехов А одни и те же Повторять То как Положи сам себе И притемью Всякий раз Самоукорение Тоже должно быть Кто-то Поклонами Грехи давит Кто-то Добрыми делами То есть Средство Есть Противоправное Греху Ну и Воровал Теперь Не кради Трудись И уделяя нищим Теперь Милости не твори Пиву Воздерживайся Теперь от воды Три дня Не ешь И не пей Попробуй Если раньше Опивался Вот 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 За год Четыре греха За пятнадцать лет Вот умножаю Решивайся Грехов Уже Глядишь И избавишься От грехов Так Вопросы Или Может быть Недоумения Какие-то есть По этому поводу Еще одна сторона Валерий А Грех-то бывает Сладости Вот как Пьянка Выпивка Человек же понимает Вроде Вообще Что пить Это вредно Ну Злоупотребляют Вредно Но ему же Тянет туда Как бы Собаку Или свинью Набревозит И тянет И тянет И он ничего с собой не может сделать У меня брат Сейчас находится в такой Как пост Его обязательно В эту вот Грязь вот эту Тащит И ничего не могу поделать Ничего Вот Вот Так Он все знает Он лучше меня Евангелие расскажет И все-все Он в церковь ходит Все замечательно Добрый человек Вот Как этот Все Отстаньте я не могу Ну я не могу Понятно И Ученики Христа Говорят А кто же может спастись Человеку это невозможно Правильно Да Невозможно Богу возможно все То есть Человек не встретился с Богом Не попросил у него прощения И вы тут ничего Валерий Действительно Не можете сделать Никто тебе не поможет Ни сам Ни брат Ни сват Если ты сам себе Не захочешь помочь То есть Дело спасения От греха Это дело Как минимум Двоих Ну да Пающего И спасителя Если человек тонет И спаситель протягивает руку Говорит Давай я тебя спасу А человек бьет по этой руке Ну Тогда В чем же вина спасителя Нет Он предлагал помощь Человеку предлагали помощь Избавиться от греха С помощью Евангелия И ты говоришь Он Евангелие знает Читает Пересказает Он не принял его сердцем Не принял верою Понимаете Не принял веру То есть он не верит От неверия Все идет дальше Он не верит Что Христос способен Его от этого греха избавить Он не хочет от него избавляться То есть не хочет еще Вот что Да Не хочет Ему там хорошо Да Тут он болеет Что-то как-то А там это пошло И все У него никаких болезней Ничего Он здоровый Все сразу сильный А это Бесовщина-то сидит В нем Все Ему там сладость И вот Нам Толкователь-то тоже Говорит То есть на дьявол Отосваливать Вину не стоит То есть человек Вот он Впустил в себя дьявол И дьявол Теперь его мучает И мучает И вот Он такой вот Чуть ли там Не великомученик То есть он не виноват А дьявол его мучает Этим пьянством Он не может избавиться Может Просто не хочет Не хочет Не хочет Да пьянство Сладостный Греху Не хочется От него Избавляться И понимает Что и вредно И что и Жизнь сокращается Все Человек понимает А веры Нет Нету личной встречи Со Христом Христос Предложил помощь А он ее не принял Ну и не принял Это его выбор Выбор вашего брата Потому что Бог человека Создал Свободным выбором Он может Принять Спасение А может Отказаться От него Спасение От греха От пьянства То есть человек может понимать Что да это грех Это плохо Там люди тебя осуждают Брат переживает Мама переживает Папа переживает Если родители еще живы Какому же родителю Нравится Что сын его пьяница Нет Там были скандалы С мамой постоянно То есть это И он Плюет на родителей Плюет на брата Плюет на Христа Понимаете Если вы говорите У него Ему радость Это грех Раб греха Сын дьявола То есть он от Бога Не родился А раз не родился То есть он Ну мертвый Мертвый Писания нас учит Быть мертвым Для греха Умереть Для греха Это в таинстве Крещение должно происходить Почему мы ратуем За трехкратное погружение То есть человек Символически погружается Умирает Для прошлой Греховной жизни Умирает Для пьянства Умирает Для блуда Умирает Для табакокурения Ему предлагает дьявол Давай выпьем Ну а как Ты мертвым Скажи давай выпьем Пойдем он пойдет Нет Он с тобой пить Нет Не пойдет Так же и суетой Он мертвый Для греха Сколько бы мне Не предлагали После крещения Нет Это не мое Это не мое Свойство Рожденный от Бога Не грешит Это противен Еще такой момент Возникает Что говорит Бог-то добрый Он все равно простит Он же простил Всех прощает Прощает Я говорю С чего ты взял Что он добрый Ну как Вот он по Скажем так О Лазаре Это Когда Не Лазаре А Встреча блудного сына Он говорит Посмотри Я говорю Что ты Хочешь сказать Что блудный сын Будет ходить До тех пор туда-сюда И пока стадо не кончится Будет Быков резать Для него отец Ну блудный сын Он остался С отцом Ну вот Там же Пришел Папа прости Дай мне еще денег Пожалуйста А то мне не хватает На блудниц Не так же дело будет А отец Видя его Искреннее покаяние Он Ну Бог отец Он чувствует Дети часто обманывают Они просят Прости мама Я больше не буду Сама на следующий день Тоже самое делает Поэтому тут Брат ваш Конечно Лукавит И Бог Милосерд К грешникам Кающимся А грешников Не раскаян Он Говорит Не увидите Царство Божие Хула на Духа Не простится На Духа Святого Не в семь веке Не в будущем Не простится Написано Черным по белому А что такое Хула на Духа Святого Это Не раскаянный грех То есть Человек не желает В нем Каяться То есть Он Пьянство называет Да это нормально Все пьют Бог меня Простит Все 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 Это Тут Это Не простит Бог Грешника Пьяницы Царство Божие Не наследует Белое Называет Черным Черным Называет Так Также Христа Он Исцеляет Силы Князя Бесовского Переходи Дальше У нас же Десятый раз повторяется Одно и то же Благодарю Увлеклись Девятый Десятый стихи Всякий Рожденный От Бога Не делает Греха Потому Что Семя Его Пребывает В нем И он Не может Грешить Потому что Рожден От Бога Дети Божие И дети Дьявола Узнаются Так Всякий Не делающий Правды Не есть От Бога Равно И не любящий Брата Своего Толкования Всяк Кто делает Грех Потому что Грешит Есть от Дьявола И называется Сыном Дьявола Как апостол Павел сказал Елиме Сын Дьявола Перестанешь ли ты Совращать С прямых путей Господни Читаем В книге Деяний 13 глава 10 стих Очевидно И тот Кто рожден От Бога Будучи Сыном Божьим Не грешит Потому что Семя Его Божие То есть Или Дух С большой буквы Которого мы получили Через дар Которого Удостоились И который Пребывая в нас Соделывает Ум наш Недопускающим Греха Или Сам Христос Который Обитая Верующих Соделывает Их Сынами Божьими Как И сам Христос В семени Авраама Есть Сын Авраамов Матфея 1.1 И в семени Авраама Сказано То есть Во Христе Благословятся Народы Бытие 12.3 Галатам 3.16 Объяснение Златоуста Всякий раз Как мы Грешим Мы Рождаемся От дьявола А Всякий раз Как Совершаем Добродетель Рождаемся От Бога Потому что Семя Его Пребывает В нем 1 Иоанна 3.9 Семенем Называет Духа Которого мы получаем Через крещение И который Пребывая в нас Делает Ум Наш Не допускающим Греха Если же Кто не родится От Бога Тот Не получает Духа Святого Иное Объяснение Семя Божие Есть Христос Который Обитая Верующих Соделывает Их Сынами Божьими Так Семя Авраама Которая есть Христос Благословляются Все народы Иначе Семенем Называет Первое Поколение Родоначальника Отличающиеся Добродетелями Родоначальник Своими Добродетелями Как бы Оращает Своё Премя И чем Сам Побрёт Славу Эхо Какое-то Екатерина Китникова Подключить микрофон Пожалуйста Спасибо Особенно если они Соблюдут Достоинство Предка своего Неомраченными Ибо они Доставляют Славу Не всякому Без разбора Почему Иудеи Хотя и напрасно Говорили Христу Мы Семя Авраамова Считаем Евангелие От Иоанна 8 главе 33 стихе Вопросы Вот У меня Вопросы Я не знаю Как там Иоанн Тихонов снимает Сможет ответить или нет Объяснение Слатоуста Я еще раз Почитаю Всякий раз Как мы грешим Мы рождаемся От дьявола А всякий раз Совершаем Как совершаем Доброводителя Рождаемся От Бога Вот Немножко меня смущает Это толкование Ну Человек Рождается На свет Один раз И в духовном плане То есть Как он тоже Родился духовно Потом может Духовно опять Умереть Потом опять Родиться То есть Вот такое Толкование Или Написано Духа Святого Не угошайте А тут Если человек Всякий раз Как мы грешим Мы рождаемся От дьявола Всякий раз Как совершаем Доброводитель Рождаемся От Бога Получается После Крещения Мы можем Умереть И опять Родиться Духовно Что ли Согласно Объяснению Или они так Его понимают Потому что Одно крещение Один раз Мы умерли Для греха Один раз Воскресли Для жизни И второго Крещения Нет Как Ответьте Пожалуйста Если можете Игнать Игнать Тихонович Можете отвечать Или вы снимать будете Да я снимаю Я не понял Что ко мне обращаешься Ну а что Что тут непонятно Это говорится Надо понимать Что такое рождение Возникновение Возникновение Этого чувства Ты даешь ему место Падает семя Семя отлукавое Оно дает росток Рождение Это не надо понимать В том смысле Которое в крещении Хотя оно одно и то же И в человеке Рождается То желание Которое противоречит Рожденному свыше Человеку И это опасно И поэтому он доводит До совершенной высоты Вот так Это так Вот мы считаем У Семена Нового богослова Об этом Человек был голый И оденется Когда одевается Ну ты разницу чувствуешь По себе или нет И человек рожденный До этого я не знаю Был такой А какой стал Не знает Он говорит Вот это чувство Непонимание Что ты другим стал Остается в вечности А в вечности Такой Который не знает Не понимает Не сроднился Он там и не нужен Видите какая глубина Рассуждения входит Так и здесь Каждый раз Когда даем место дьяволу Мы на его стороне Его чада Чада Это значит Рождение чада То есть приверженность К его делу Еба она не была Чадом дьявола Но в момент Когда она прислушалась ему Писание говорит Неверующий Богу Представляет его лживым Ну мы разве это понимаем Считая Писание Другой даже не замечаешь Что ты не веришь этому Ну сейчас спроси людей Многие ли понимают то Что этот мир Полностью Все что есть Сгорит земля И все дела на ней А потом заново Обновиться будет Новая земля И новые люди Новые но уже не в той пропорции Больше сейчас погибает Малая часть остается А если не веришь в этому Представляешь Бога лживым Ну а это понятно Что за этим следует Какой грех Мы не думаем Не думаем об этом А на самом деле Мы сделали Мы сделали Сказанное Сказанное Переродиться Переродиться Голосуешь От ее положение Разберешь Чтобы понимать Вот все Отошел Не опыта Ну а теперь Просталковали Одиннадцатый Четырнадцатый стихи Ибо таково благоествование которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Толкование. Апостол примером подтверждает, сколь великое зло ненавидеть брата. Смотрите, говорит, вот Каин возненавидел брата и убил его, несмотря на то, что он родной брат его. Каин творил злые дела отца своего дьявола. Авель же, делая правду, был сыном в отношении к Богу. Здесь дьявол противопоставляется Богу, а злые дела добрым. Посему-то Каин, противоположный брату, убил его. Таково объяснение по ходу речи. Но апостол Иоанн изменил этот порядок, имея особое побуждение. Ибо ему, после того, как упомянул о дьяволе и о том, что делающие зло становятся детьми его, Естественно было выставить в пример того, кто в начале мира поспешил сделаться сыном дьявола через злые дела. Я думаю, дальше надо уйти. Вячеслав Ткачев тут. Не могу его подключить. Познал. 15-18 стихи. Всякий ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали ему в том, что он, с большой губкой, положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братья. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в нем любовь Божия. Дети мои, встанем любить не словом или языком, но делом и истинною. Толкование. Закончив о каянии, о злых делах, подобных его делу, опять обращается к любви и говорит, что любовь преклонила Господа положить душу свою за нас, и что по его примеру и мы должны полагать души за братьев. Но как это делается редко и немногими, то апостол, как бы пристыжая верных, начиная с небольшого, убеждает к братолюбию. Он говорит как бы так. Что говорить о положении души за брата, когда мы видим, что не удовлетворяют братьев своих в необходимом для жизни, и при том не бедные средствами жизни, об этих я не говорю, но владеющие богатством целого мира, посему да постыдятся. Ибо если затворили сердце в этом малом и явились недостойными любви Божией, то что показали бы, когда бы потребовалось больше умереть за брата? А потом еще продолжает обличать тех, которые ограничивают любовь словом и обнаруживают ее только на языке. Ну как на языке? Просят помощи. Да, да, хорошо, хорошо, завтра приходи, да. Ну, с языком вроде соглашаются, а на деле нет. Я когда это место читал, сегодня ролик мне прислали в Новосибирске, человек в священническом облачении, значит, избивает водителя, ну, там перепалка у них произошла, и Малахов, пусть говорят, пригласили этого батюшку, который избивал водителя, ну, и батюшка, я думал, народ его, все прям, батюшка, да попроси ты у него прощения, он прям бьет его в висок там все его, ни в какую начинает оправдываться там все. Алло, слышно меня? Что-то все пропало. Да, да, я слышу. Вот. И вот он тоже, батюшка, а он заступился за брата своего, уж не знаю, как там что было в начале-то, не это, и он приводит это местописание Христоса, вроде повелевает, душу свою за брата полагать. Душу полагать, но не отнимать у чужого, он его там чуть ли, ну, здорово его там, килограмм 140, наверное, он весит, вот там этот водитель, килограмм 70, два раза тяжелее, прям так его... 190 килограмм он весит, а брать его 150 весит. 190 и 150, да. Оказалось, это не настоящий священник. Да, но дело не в этом, дело в том, что вот это местописание приводит, извращая его, положить душу свою и отнять это совершенно другое. Если ты хочешь за брата заступиться, согласно Ивань, или положить душу свою за брат, то скажи, убей меня, брата не трошит. Это будет по-христиански. А так, что заступая за брата другого в очкануть там, ну, не убил он его, но все говорят, ну, ты при таком весе спокойно там в висок чуть сильнее удар бы, всяко может быть, не приведи Господь. Мне хотелось, можно задать вопрос? Да. Здесь апостол Иоанн говорит, чтобы мы не затворяли сердце от брата, который прибывает между ними. У меня такие речевые мысли в отношении нищих, которые сидят у храма, потому что, да, жалко их, и совесть постоянно обличает, когда мимо проходишь, когда ты не дашь денег. С другой стороны, там постоянно пьяные сидят и не матерятся, сквернословятся, и непонятно, давать или не давать. Вопрос понятен, уже мы его обсуждали и не раз, но я поспешу тебя успокоить. Я им не подавал и не подаю. Почему? Написано, добродетели, покажи рассудительность, и жертвы твоя, ты можешь бесом, он пропьет, ты прекрасно знаешь, на что деньги пойдут, но видно, от него перегара не несет и не все. Любите, жалко людей? Жалко, но это их выбор, тебе жалко, ты начни благовествовать, жалко. Ну, что жалко, я просто к попроскам подошел и просто камеру направил на этих нищих, которые у храма ставят. Я им ничего не говорил, они меня там отматерили и я еле ноги унес, и клюкнул это и костылем по борьбе тут человек чуть меня не ударил. То есть, ну, подходила, разговаривала к ним, с ним, и с ними бесполезно. Это паразиты, паразиты, которые вот пользуются, давят на жалость, не нужно поддаваться на это. Можешь предложить устроить его на работу, он никогда не пойдет. Можешь предложить сколько было, дай мне денег, зачем тебе, на хлеб, они уже умные, ты знаешь, на водку-то не дашь. Ну, пойдем, я тебе куплю хлеба, а, согласись, его уже нету, хлеба ему не надо. Идет тут же, и другой уже просит, дайте на хлеб. Я говорю, я вот булку хлеба несу ему, он не берет. Продлагаю булку хлеба, он не... Я говорю, тебе не стыдно, он стыдно, а дальше ничего не может с него поделиться. Это раб греха. Грех его заключается в том, что он не желает работать и вот паразит. То есть паразит это вот живущий за счет других. И этому греху потворствовать не нужно. Вот. Ну, как-то золотой, он говорит, ты сначала подай, а потом уже обличай. Был у меня один такой момент, подал, начал обличать, а ему эти обличения, он думает уже, поскорее бы эти, быстрее пропить, чтобы ты от него отстал. А тот человек подумает, что ты его обличаешь только для того, что ты не хочешь ему дать. Да, я не хочу ему дать, потому что он пропьет. Явно, что люди, да, разные бывают. И действительно, которые нужно помочь. но в то время не было вот этой вот социальной помощи, которая имеется сейчас у нас, государства. Есть там и в общем, любой придут к своему социальной помощи, оказывают государство. Раньше этого не было, поэтому и тот, кто не помогал бедным, тот действительно согрешал этим, потому что другой помощи нету. А когда человек, еще раз повторюсь, просто, не нуждается он ни в чем, он прекрасно там стоит и способ его зарабатывания, попрошайничество. Я против такого. А ты, говорит, подай, а там Бог разберется. Ну, а что тут разбираться, если ты видишь, что он сразу же в магазин побежал и купил там флагончики такие маленькие. Вот, в аптеку и все. Так что, ну, в добродетели покажи рассудитель. Я сразу суди, ну, подойди, зачем тебе, я может обманули, там, меня тоже сколько раз, я доверчивый, страшно, грех такой тоже. Мне, там, доехать на проезд, ну, да, действительно, там, они наплетут, что я вот только что освободился, это вот, они ходят, и вот, часто такие встречают, не нуждаются они. Тут же предлагаешь работу, ко мне, раз цыганка пришла, и мальчишка такой, смотрю, он палку копченой колбасы наяривает, тут я ему дал, такой, упитанный, так все, помогите ради Христа, ну, тоже, конечно, думаю, сейчас откажешь, окажешь, Христос на это посмотрит, я говорю, пожалуйста, я вам дам 50 рублей, помойте лесничную площадку, фыркнула, другая бы, как бы, действительно, нуждалась бы, ну, поблагодарила, продаватель, тут же работу продолжила, не хочет человек работать, но явно, что это паразиты, ходят, подбираются, и все. Так, идем дальше. 19-22 стих. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред ним сердца наши, ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми пачи Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от него, потому что соблюдаем заповеди его, и делаем благоугодное пред ним. Толкование. Так что говорящий одно, а делающий другое, не соглашающий дела со слевом, есть лжец, а не истинен. Это значит, через истинность, а истина будет в нас тогда, когда словам нашим будут соответствовать дела, мы успокоим совесть свою. Ибо словом сердца он называет совесть. Как же успокоим? Поставив себя в такое положение, чтобы произносить нам слова пред свидетелем Богом, ибо это значит слова пред ним. Если говорит, не будем делать так, и совесть или сердце наше осуждает нас, то, очевидно, мы согрешаем. Если же мы во время греха не можем укрываться от совести своей, которая ограничена, как и человек-существо ограниченное, то тем более не можем укрыться от Бога беспредельного и вездесущего. Смысл этого изречения такой. Дети, не будем лжить сами друг пред другом, любя одним только языком, но докажем любовь и делом. Поэтому узнаем, что мы от истины, то есть от Бога. И что говорим, будем говорить как бы перед Богом. А кто хотя бы он был без стыднее бесов, позволит себе лгать пред свидетелем Богом. Если же не будем делать так, но тогда, как говорим, что любим, сердце наше осуждает нас во лжи, то мы грешим. Как так? Потому что думаем укрыться от вездесущего Бога. Посему, возлюбленные, настроим себя так, чтобы быть нам неосужденными перед самими собой. Будем ходить в истине друг пред другом, и тогда получим дерзновение пред Богом. А при этом дерзновение, несомненно, получим все, чего не попросим у него. Почему? Потому что соблюдаем заповедь его. Ибо кого просят, того весьма много преклоняет к слушанию благопокорность просителей. только бы попросили, не сомневаясь. А как мы соблюдаем заповеди его и делаем угодное пред ним, то и будем надеяться, что молитвы наши будут не напрасны. Потому что при искреннем, взаимном расположении двоих один обыкновенно действует немедленно на пользу другого. Какую же заповедь его мы соблюли? Ту, которая повелевает нам любить друг друга. Евангелие Адамов, 13 глава, 34 стих. Вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, Валерий. Валерий, что-то сказать люди хотели? Нет? Меня хорошо слышно? Ну, по крайней мере, меня слышно. А, да-да-да, сейчас слышно. Пышно. Валерий, что-то вы вроде хотели... Да-да-да, слышно? Да-да, сейчас слышно. А, батюшка есть в Центре России, я забыл его фамилию. Он вот как раз по 22 стиху говорит, ну, он там еще Матфея приводит, у него есть такая молитва по соглашению называется. Не слышали такой? Когда несколько людей соглашаются, о чем-то молится, да? Да-да-да, вот он и говорит. Но главное это в том, говорит, чего попросим, все от него попросим. Чего попросим. Он на этом делает, как бы, акцент очень большой. Например, где-то рождение, где-то было, ну, то есть, бесплодные, они получают у него квартиры, машины, то есть, он с такими планами это делает. Как говорят, что я-то ничего не делаю, вы сделаете, а Господь делает. Матфея собирает в вас вместе вот на этой молитве. И, как бы, чего попросите? Говорит, все написано. Я ничего не делаю, вот написано. Вот как это вы относите? Да, вот это... Акцента нужно и внимание сделать на условия. Условия, при котором Бог отвечает на молитву. Здесь условия, то есть, чего не попросим, получим от него, запятая, не точка, потому что соблюдаем заповеди его и делаем благоугодное пред ним. Да? То есть, вот эти люди, которые собираются, там, какая-то, ты говоришь, молитва... По соглашению. По соглашению. То есть, они готовы, вот, перед Богом, как бы, друг перед другом сказать, тогда мы соблюдаем все заповеди и делаем благоугодное предметы. Ну, видимо, да, они на это опираются, потому что там матери пьющих, наркоманов, там он примеры приводит очень большие, у него целый тоже канал свой приводит, говорит, вот, пошли, я ничего не делаю. Там он бросил пить, еще что-то, один наркоманин бросил, то есть, вот оно все в действии, пожалуйста, вот эта молитва посоветуй. Хорошо, по вере вашей написано, да будет там. То есть, против, просить нужно, не сомневаясь, конечно, а если человек не соблюдает заповеди и просит, не сомневаясь, то это не дерзновение Бога, а получается уже дерзость Бога. То есть, я заповеди твои не соблюдаю, а ты мне, вот, что я тебя не попрошу, ты мне все дай. Бог какая-то, вот, золотая рыбка, палочка-выручалочка. Да, 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 но тут еще одно, то, что говорит, не он сам просит, скажем, вот, наркоман, пьяница, там еще кто-то, ну, и бывает там, где-то у кого нету, с детьми плохо, те сами попросят, а эти, за этих просят родители, друзья, жены, как бы за них. И Господь говорит им помогать. Что вообще ничего не делает, не прилагает? Нет, но в Евангелии есть такое место, когда привезли расслабленного и написано по четверо, прокопали крышу, помните где-то место? Да, да, да. И Господь исцелил, написано, поверь их. И толкование двоякого рода. Поверь их, поверь их, те, кого принесли, или поверь их, те, кто принесли, вместе с этим расслабленные. Ну, да, да. То есть расслабленные, он может быть даже и не верил, они его схватили, поверь их, и Господь их исцелил. Вот. Ну, почему бы и нет, я верю в это, то есть... вот я могу почитать от Матфея 18-19. Истинно, так же говорю вам, если двое из вас согласятся просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Вот на это они говорят, он убирает, и это все получается. Ну, во всяком деле, это не значит, что он в Богопротивном деле. Ну, наверное, да. Понятно, тут это и само собой подразумевается, что человек, который не соблюдает заповеди Божии, который им делает богоугодные дела, он и не будет спросить, о чем попало. У нас-то беда вся в том, что я грешный, супергрешный, и продолжаю жить во грехах, но ты, Господи, вот исцели моего сына-наркомана. Ну, ты начни с себя-то, сам-то перестань хотя бы там, я не знаю, ну, всех тут. Вот, а то, а то доходит до такого, что где двое или трое собрались, там уже Христос подоскорил дениска, собрались трое выпить, разве там Христос среди них, они собраны духом святым. Вот, а это вот молитва, да, сходится с Евангелием, что чего не попросите, и там условия, чтобы двое было, да? хотя бы двое. Они там делают, как, то есть, вот кто, например, мама чья-то, она молится в определенное время, он говорит, 20 часов, вот, в четверг, например, ты выходишь на молитву по Москве, а мы в это же время в храме у себя, вот там, тоже в это же время читает Акафис, молитву. Вот еще пропало, что-то. Надежда Благодарская, что-то я открою. Так, еще, Валерий, продолжайте, то есть, собираются в одно и то же время? Да, 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 и читают вот эту молитву, то есть, как бы, ну, о чем-то, то есть, там, не знаю, совместную молитву. И Господь отвечает, да, 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 вот сколько уже случаев было. Вопрос-то в чем? Вопрос-то в том, что как бы, какая-то действительно, как ты говоришь, палочка-выручалочка получается, такая волшебная. Вообще, дотрачивают, то есть, я не хочу сам, но я молюсь за другого, и другого, к этому, не прилагая никакой усилий, он все равно ему помогает действовать. Не, ну, по вере молящегося, у нас крещение детей, по вере родителей, ничего в этом такого плохого, в том, у нас нет. То есть, в Ветхом Завете в 8 дней ребенка обрезали, а сейчас крещение про образ обрезания, он ничего не понимает от младенеца. По вере родителей, и тогда, тоже по вере родителей его обрезали, он уже причислялся к церкви, я скажу, не сегодня так же. Поэтому, если, ну, вот, мать молится за сына, а мать верующая, но по вере матери, то многое может, усиленная молитва праведного, если мать живет правильно, она хочет спасти сына от греха сама, она покаялась уже давно в этом, почему бы Господь по ее молитве не ответил. И по просьбе вдовы, вот ее воскрешали сыновей, ничего там такого не вижу. А то, что когда человек во грехах и молится, и молится, здесь, конечно, тут надо начать с очищения своей души, не быть дерзкими к Богу, а дерзновенной к Богу, это когда у тебя совесть, как мы говорим, тебя не обличая, то есть ты перестал грешить, когда ты имеешь полное право обращаться к Богу, как к Отцу, который тебя простил с твоей грехи, ты перестал грешить, и теперь он за то, как бы за то, что ты перестал грешить, как бы, теперь он тебя вот благами, такими благословениями наделяет. А написано, Бог не слышит молитву грешника, не вызывайте ко мне ваши руки полны крови, я не услышу вас, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет с адское Божие, написано. Поэтому тут это может быть, ну, может быть, обман в этом какой-то там заложен, даже, что тут сложно. все. То, что люди молятся, Бог будет хорошо, то, что молятся, приятные, это, конечно, должно нас остораживать, и направлять к тому, души свои очищали. Тогда имели дерзновение в молитве. Кто, написано, кто не слушает, кто отвращает ухо свое от слушания закона, того и молитва, межность. То есть, отвращает ухо от слушания закона. У нас занятия. Кто не хочет на занятия выходить, неинтересно слушание закона. Молитва, мерзость это написано. А почему? А в том, что Бог говорит, я тебе говорю, ты не хочешь меня слушать. Почему я должен тебе твои просьбы выполнить? Справедливо, я считаю. Час у нас прошел. Надежда благодатская. Тут ей надо написать, чтобы она микрофон отключила. Постоянно вклинивается. Сейчас я прошу. Так, пожалуйста, задавайте вопросы. Можно мне? Да, Раз тут уж речь пошла как раз о молитвах, я бы хотел... Подожди секунду, сейчас Надежда включится, я скажу, чтобы она микрофон отключила. Надежда благодатская. Надежда благодатская. Включить него не могу и все никак. Сейчас ее блокирует и все. Пожалуйста, Вячеслав. Да, я хотел бы просьбу выразить, если можно, ко всем, кто слышит. Хочу вкратце просто рассказать. У нас сейчас идут занятия в храме по моей инициативе по изучению Евангелия. Идут беседы с людьми, я веду эти занятия, стараюсь беседовать с людьми, отвечать на вопросы, как-то опровергать заблуждения, которые многие сейчас есть в православии. Призываю к жизни в Духе Святом, к истинному обращению ко Христу людей, чтобы отвергли себя, чтобы поняли, что это такое рождение свыше. И вот обо всех темах, которые интересуют. Для многих людей что-то открывается новое, я вижу, как они прислушиваются, им интересно становится, а некоторые прямо противятся, даже некоторые стоят и уходят. Некоторые злобятся, начинают противодействовать. И вот есть человек, который особенно сильно противодействует, это семинарист, которого приставили ко мне, чтобы он контролировал церкви. Семинарист, ну и в общем он как-то, имя его Сергий, и он прям очень сильно противится, вот эти все заблуждения наши, которые есть в православии, они прям все из него изливаются потоками. Я ему места писания привожу, он вообще ничего не принимает, ничего не слышит этого. Даже самое банальное там про войну, что воевать христианину нельзя, я ему места писания привожу, жития святых, он ничего не слышит. А как узнал, что я там общаюсь с Игнатием Тихоновичем, так он сразу начинает, там, еретик, только услышал, сразу ищет в интернете всякую блевотину, мне присылает и говорит, вот смотри, он еретик, ты тоже. В общем, сейчас очень сильная какая-то борьба идет с ним, непримиримый прям, часто причащается, хочу сказать. Вот. Ну вот, даже не знаю, что еще, ну вы поняли. Прошу просто помолиться о том, чтобы Господь как-то помог, что-то сделал вот в этом, чтобы он не противодействовал занятиям. то есть опасность в том, что могут прекратиться занятия, да? Занятия, скорее всего, не прекратятся, могут меня отстранить от этих занятий и запретят отговорить людям, потому что вот о рождении свыше начинаешь говорить, он сразу начинает, нет, вот рождение свыше, это все, что ты какие-то бактистские свои сказки сюда приплетаешь, говорит, мы все рождены свыше, мы все кричаны, вот, я Геннадия Фаста привожу, он ничего не слышит, я уже начинаю как Геннадий Фаста людям говорить, я взял пример с него, говорит, ну, кто из вас может сказать, что рожден свыше, по совести скажите, ну, и люди так сразу голову опускают, ну, не знаем, мы там, ну, кто-то прямо говорит, нет, вот, я не рождена действительно свыше, я так не могу сказать, и только вот он один говорит, да все рождены свыше, я рожден свыше, крещён, то есть, вот, такое вот злобное прям противление истине у него идёт, и он не хочет, чтобы я говорил о чём-либо, понимаете, он хочет, чтобы было всё в православии именно так, как есть сейчас, со множеством заблуждений, с вот этим, с обрядоверием, он вот за это борется, сам, как бы, в заблуждении в этом находится, и людей в заблуждении вводит, вот, пытается. Вячеслав, а вы откуда? Я из Москвы. Из мокровых. Вы из Москвы. А у нас точно такая ситуация в деревне. Ну, это везде одно и то же. Я так понял, что это вообще повсеместно во всех церквах, это просто какой-то ужас. Противица истине, это невозможно ничего доказать. Ни писания, ни каноны, ничего не соблюдают, ещё что-то там пытаются как-то... Ну, пони, в общем, о чём и было. У нас в епархии тоже смуту Антония Белевича посеял, и все считают еретиком у нас в епархии. Ну, в интернете сейчас много информации, потому что распространили недобросовестные некоторые люди. У нас с Антонием Белевичем часто бывает у нас в епархии, общается. Вот он рассыщет всю эту блевокину, которую понапускали в интернете, и мне вызывает. Смотрел, и, кстати, не в церкви там находится. Ну, и меня сразу этим цепляет. Ты тоже мне в церковь, ты противишься. Церковь учит, что воевать можно, и ты противишься учению церкви, ты там, еретик, ты, ну, в раскол уходишь там, что-то такое. Ну, все стандартно, как мне кажется. Вы же все это прошли. И Тихнич это знает. Сергей, вы тоже знаете. Те, кто общался с этими семинаристами, батюшками некоторыми, тоже недобросовестными, они знают, как они отвечают. Что, помогите, Господи, терпение тебе. В ответ только вот, ну, молись за него, то есть, искренне, что, ну, в обнуждении человек находится, вот так вот он. Боже мой, что ты... Извини, если людей перебил, я говорю, меня тут чуть из храма не выгнают, не вывалят. Я ходил у нас в Екатеринбурге, есть Ивановский храм. И там с тазиком, во время службы с тазиками, два, с шайкой, там такие, два из ларца, молодца, такие, выбегают, денежки собираете. Я говорю, да вы что творите, такой. Я говорю, это же нельзя делать. На меня зашушукали. Да как ты можешь? Что ты только во время этого? Я говорю, так вы же нарушаете, посмотрите. И этот дяденька, который сзади меня стоял, ну, он еще постарше меня, из такой ненависти, я думал, ну, все, сейчас убьет. Ну, а я человек тоже вспенил сегодня немножко. Я говорю, ну, хорошо, я говорю, успокойтесь, давайте мы потом поговорим с вами. И в результате, я думаю, ну, там какой-то конфликт, еще что-то. А оказалось, я потихонечку стал фигу, ты же знаешь, потому что, я ему рассказал, что так-то и так, вот это нельзя. Потому что, там человек-то в тихии не находится. Я говорю, так вы посмотрите. Он говорит, и он потом у меня попросил прощения. Я говорю, прости, пожалуйста. И мне, как бы, это не то, что понравилось, а я понял, что народ-то в невидении находится, что вот когда толпой стоит, бесполезно что-то с ним работать. А по одному, вот как бы, с ним, я его попытался, как бы, рассказать, и он воспринял это. То есть, маленькая, но победа такая была у меня. А как раз на следующий этот понедельник как раз вот это избивание. Я говорю, так Господь кнутами же изгонял их. Ваш добрый наш Батя, добрый наш Господь кнутом бил их за то, что они тут торгуют. И это в епархиальном главном храме нашем Евангелии. Вон, пожалуйста, Кирилла нашего. 15 метров от его резиденции. Вот такое безумие. Еще, Вячеслав, давай. Да, извините, я хотел добавить. Тут вы написали, ну, то, что гонения там будут гнать и вас. Я, это всего, меня не страшит почему-то. То, что меня будут гнать, меня это, ну, как-то, я даже с радостью это восприму. Мне просто жалко людей, которые собрались слушать Евангелие, которых, ну, что-то вот чуть-чуть как-то пробуждаться начали. А вот этот человек, он же будет сейчас наоборот их, ну, все вот это мирское, что у него есть, призывать-то к мирскому, к мирскому, что ничего не надо, ни рождение свыше не надо, ничего соблюдать не надо, и все оправдывается. Мне вот это вот жалко людей, которые слушают вот этих вот целей. Если я не избрал, я хочу позаботиться, мне там, где-то, в каком месте еще, если бы, нас оставят. Поэтому не бойся, не бойся, и делай свое дело по логике. Еще вопросы? У меня не вопросы, я хотела поделиться, мне такие приятели речевые мысли, и вот уже с Юлей Третьяковой делилась ими. Мы, в общем, в понедельник пригласили на благовестие, позвонили, сказали, приезжай, поехали с нами на благовестие, сестры позвонили, там, в деревню какую-то, подумала, слава Богу, хотят благовествовать о Христе, поехала. Когда мы приехали, оказалось, что благовестием назвали торговлю церковным товарным. начали, приехали, начали выставлять эти иконы, свечи. Я подумала, что самое удивительное, я потом спросила, я говорю, это что, благовестие? Он говорит, отец Геннадий благословил. У меня так странно, как отец Геннадий мог назвать эту торговлю благовестием. Вместо того, чтобы проповедовать Слово Божие и распространять Евангелие, говорить о Христе, послал торговать этими товаром. У меня даже нет желания сейчас с этим Геннадьем общаться. Вот так. И еще те Евангелие, которые должны бесплатно распространяться, там, протестантские, голубые, и за них установили плату, хотя даром получили, даром давайте, как Евангелие можно продавать. Непонятно. Вот так. Да, прискорбно все это, конечно, слышат. отец Геннадий благословил, матушка его предоставила весь товар этот церковный. У меня даже не было желания благовестовать на фоне этой торговли. Ну и правильно. Как отец Геннадий может Евангелие Внутри сердца такое желание поступить как Христос с этими торгашами. Ну какое же это благовестие? Нет, вот вопрос внутри было такое желание. Да, да, было желание. У меня было противно на этом стоять. Дело в том, что воскресенье буквально Игнарий Тихонович тоже говорил на эту тему «мертепный понедельник». Знаете, что такое? не было. Воспоминания. Что в этот понедельник вспоминается? Воспоминания, как Господь изгнал с храма. Да, и почему не подражает никто Господу нашему Государу в этот вертепный понедельник? нет. Вот я попытался только в воскресенье это сделать. Я совсем забыл все это понедельник. А я в воскресенье попытался это сделать, но выбил, правда. Невозможно было выбить, деньги. Но я думаю, что меня там подали. Наверное, надо подать. как ты попытался бить, ввел из веревок и прям пахнул? Нет, я хотел выпнуть у них эти деньги, но они быстро поняли, что я могу подстрарить и там флот, много народу. Бить-то я не имею права их даже. Мне просто в голове не укладывается, но отец Геннадий должен выйти в Ангельске. Подошла там одна женщина со своей подругой, купила иконы свечей, а в то же время спрашивала подруги, ты мне сигаретку пила, мы развернулись и ушли. И вообще как непонятно это все. Как отец Геннадий мой благословитель? Можно братья и сестры сказать немножко? Да. Екатерина, но я думаю, что вам вот такое на сердце пришло, вот наша задача православных христиан это в первую очередь быть верными свидетелями Божьими, это пойти к своему батюшке, который сие дело благословил, поговорить с ним по уставу церковного, по Божьему слову, что полагается, что не полагается, что это не есть благовестие, то есть сказать ему по доброте, по миру Божьему, что это неправильно, это неблаговестие, вот как это вот и все. то есть ваше дело как бы вот так обличить его в том, что это не есть благовестие и этим нельзя заниматься как бы, вот, в этом будет намного больше пользы, потому что это будет семя, посеяное в его сердце, просто помолитесь за этого батюшку, пойдите, если Бог вам на сердце положит, и поговорите с ним, что вот, объясните, что это не есть благовестие, это будет правильно, то есть вот, и еще вот такое, что по поводу молитвы, просто я тоже столкнулся с этой проблемой, что в нашем православном народе не принято вообще молиться за ближних, вот, и для некоторых это такой нонсен, нонсен, то есть, понимаете, и поэтому вот многие православные, я с этим столкнулся, они даже представления не имеют, чтобы за кого-то помолиться, у них даже в понятиях этого не существует, поэтому наше дело так же вот, молиться, естественно, за наших родных, за близких, это же написано в Евангелии, в Слове Божьем, это, естественно, наш православный христианский путь, вот, и да поможет нам всем Господь, аминь. Спасибо, Христос, потому что, мне просто самое удивительное благословит отец Геннадий Фаст, который сам является миссионерами и благовестниками, вот так. Ну, 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 наверное, надо сначала вот так, а благословлял ли он? Благословлял, опять же, точно. А он-то может и под его личиной могут действовать многие? Да, ты можешь, правда, Екатерина, вот такой ход, как бы, батюшка, а вы правда благословили вот на такой, на торговлю, называя этим благовестием? Мне не верится. то, то, может быть, так, может быть, лучший вопрос. Или ты была свидетелем этого благословения? Нет, я не была, я, когда уже, на так называемом благовестие приехали, мне сказали, это... Поэтому, они же могли солгать, могли, а почему нет-то? Поэтому, ты вот, и спросил, батюшки, правда ли говорят, что сие деяния благословили под видом благовестия? Если он скажет, да, а что здесь такого, ну, сделай заготовки, места писания, как вот, вот, Игнатий Тихонович, он вот, рассказывал, что он дарил сплетенные веревки торгующим в храме и вкладывал сюда, вот, слова священного писания, что вот, что с ними будет, если их они будут продолжать сие деяния. Вот, ну, вот, Вячеслав Ткачев прислал вот такое, Филиппийцев 2.5, «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». То есть, Иисус Христос, зайдя в храм, в дом Отца, у Него какие были, и увидя там, что дом сделали вертепом разбойников, что там не молится никто, а только вот одна торговля, на уме он бы мог бы кротко там подойти к настоятелю храма и там начать ему, говорить, ну, что же вы делаете, ну, нельзя же так, по-хорошему, давайте, расходитесь. Ничего этого не сделал, то есть, он внутри воскипел, возревновал и сплел бич и без всякого предисловия начал их там разгонять. Почему сегодня у нас таких чувствований, как во Христе, или это не должно быть у наших таких чувствований? Нельзя же, как бы, там, бить людей, так скажем. А Христос бил, написано, изгонял бичом, если бичом изгонял, я явно, что не пугал, наверное, этим бичом. столы бичом опрокинул. Ну, братья, вы понимаете, он был Господь, он был Господином этого храма, он был Господином жизни нашей человеческой, он Господь, и нам, как бы, себя причислять к этому моменту тоже как-то, ну, нужно мудрость иметь и разумение и водительство Святого Духа иметь. Если мы сейчас, вот у нас православная церковь тоже существует такие секты, которые забегают на всякие ярмарки, на всякие выставки, начинают всё колотить, рушить, морды бить, протесты свои выдвигать, но это приведёт к какому-то хаосу, поэтому в этом отношении нам нужно быть, нужно строго, как бы, следовать евангельскому принципу, о чём нас именно Христос учит, ведь Христос нас не учит тому, чтобы мы сейчас пошли и громили всё подряд все эти лавки, вот, поэтому здесь нужно на самом деле, вот, поучаться от Господа и быть Вадимым Духом Святым и во всяких ситуациях, которые нам Бог посылает, как испытание нашей веры или от сатаны исходящее искушение, молиться Господу, вопрошать его о мудрости, как говорить, что делать, как поступать, и пусть Господь даёт милость свою водительство Духа Святого, и тогда будет победа во Христе Иисусе, во славу его, аминь. Аминь. Я согласен, что Христос не учил храмы рушить, но он говорит, камня на камне не останется. Ну да, но мы должны понимать, что это слова Божии. Мы не имеем права к себе присваивать роль нашего Господа Спасителя. Он Господь. А мы ведь рабы, мы ведь его слуги, мы искупленные, и спасённые им. Поэтому мы должны следовать чётко Евангелию, чему учил нас Христос в своём слове, в Евангелии. Вот. В чём как бы и Бог, Дух Святой поможет нам руководствоваться, говорить, что делать, как быть, и помоги нам, Господь, в этом. Братья, нет, ну ясно, что столы переворачивать, конечно, не надо, но чувствование вот эти, вот именно отторжения к торговле в Доме Божьем, они должны быть внутри христианина, это нормально. Вот простой пример, вот я этого семинариста спрашиваю, ну вот начинаю говорить с ним о торговле. В нём этого Духа нету Божия, потому что он начинает всячески это оправдывать. А вот они торговали голубями там, а мы торгуем свечками, нам можно. То есть вот этот определитель того, есть в тебе вот этот Дух Божий или нету, есть у тебя эти чувствования Христовы? Да. То есть есть, и если у тебя есть желание торговать, и есть желание переворачивать, я столу этих вот, определить, какое у тебя желание больше. Если ты хочешь торговать вместе с ним, понятно, на чьей ты стороне. А если хочешь прекратить себе безобразие, как прекратить, то тоже об этом нужно молиться. Знаете, что удавалось несколько раз, причём без хулиганства, как называем, просто вот на совесть надою, рассказал, батюшка приходит, а торговли нет, он не может ничего понять. Народ стоит возле лавки церковной, храм молится, не заходит, батюшка стоит, а торговка, обмечаемая Игнатием Пятановичем, не вышла на работу. Там потом что было, что было, как узнал, кто её надолвнул, на сей идиоты. Понятно, чем это закончилось. Поэтому они, Вячеслав, излобятся на тебя, то есть невозможно служить Богу и Мороне, ибо одного будешь любить, а другого не наувидеть, одного заботиться, другого не родить. Я батюшки на кровать, Великий Бож, кстати, зачем ты его поставил? на он на десяти, на десяти, не верят, не верят, что можно прожить на десяти. А, на чём мы жить будем? Да, на что жить-то будем? На что в песке закупать, на что мне зарплату могут дать девчим зарплату. А я говорю, так десяти это всё покроет у тебя. Если у вас пять человек, так зачем же вам арендовать за пятьдесят тысяч помещение и потом вытасать смех свои желания и возможности. Может быть палатку поставить бесплатно? И полиция? Нет, надо тёплой аппарат ну это понятно, но за этим и идёт конечно деньги деньги. Сейчас в Москве очень много строится штрафов. Торговые точки просто бизнес и не этого людям удобно на метро не нам этого каспо всё это от лукавого. Присуток камня на камне не останется. Храм Господень Храм Господень. Учителям вот эти школы занятия по слову Божьему не то что в семинарии как сегодня где учат оправдывать всякий грех а вот действительно чтобы учителя были грамотные в Духе Святом и учить народ. Конечно будет разделение одни будут принимать что от Духа Божия как другие будут почитать это безумием. А Христос и пришёл разделить не мир я пришёл принести мне меч разделение то есть разделение зёрна плевень вот ещё вопрос пожалуйста давай я кстати хотела спросить у Игнатия Тихоновича мне непонятно что значит крестились в Моисее 10 глава посланник Римфина 2 стих и все крестились в Моисее в облаке и в море как-то Моисея крестились может я как-то не так понимаю Игнатия готовы ответить время кончилось сегодня 2 минуты ещё есть если уложитесь крещение означает погружение и они вошли в облако и он называет его вы были погружены в облако а в Моисее это почему именно в Моисее поверив кому поверили Моисею что они не утонут и они прошли и это называет апостол Павел образно крещением погружением они вошли в облако это было погружение в облако а какая насыщенность воздуха 100% ну что на молитву в облако достойно есть я крово истину блажен что бог истину хрустно блажен своя и темно почтею и батюр бог наша честь вечер и и слав и еще не все и все и и все и Благодарим тебя за этот вечер, что продлил нашу жизнь до сего часа, позволил нам вникать в слово твое живое есть. И ты знаешь, как враг противится этому, научи нас переносить это, доверяясь тебе. И ты знаешь, каким страшным испытанием приготовлена эта земля. За отступление от тебя помилуй их, несчастных, неверующих, думающих, что они знают тебя. О тебе добро и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. С Богом. Спасибо, Христос. С Богом. С Богом. С Богом.